Большое спасибо вам, доктор Закернайк. Вы произнесли очень хорошую речь, и вы проделали прекрасную работу для мусульманской общины. Я прочитал весь Коран от суры Фатиха до нас, но с точки зрения арабского языка я все еще в замешательстве. Если Аллах — это уникальное имя, почему в Коране используется местоимение мужского рода, как и в английском, то есть Он Аллах? Ведь мы знаем, что в арабском языке есть единственное и множественное число, и есть мужской и женский род. К примеру, мужской род «хуа-хума-хум», и женский род «хия-хума-хунна», и, соответственно, анта-антума-антум и анти-антума-антунна, и она и нахну. Прости, как тебя зовут? Меня зовут Тони, я инженер по профессии. Маша Аллах. Тони задал очень хороший вопрос. Позвольте мне закончить свой вопрос, сыр. Например, в Коране, в суре Аль-Бакр, в аяту-ль-Курсе говорится, «Аллаху ла-иляха-илля хуа л-хай-ю л-кай-юм» и заканчивается «ла-хуа л-али-ю л-азим». Здесь много раз повторяется местоимение мужского рода «хуа», то есть Он. Если Аллах — это уникальное имя, почему Он говорит о себе в мужском роде? Спасибо. Это очень хороший вопрос. Брат задал очень хороший вопрос. Если Аллах — это уникальное имя, то почему вы говорите «Аллах» — это Он, хуа? Скажи «Он, Аллах Единый». И этот вопрос, брат, беспокоил меня много лет. Этот вопрос, который ты задал мне, беспокоил меня много лет, пока я не поехал в Медину. И когда я начал изучать арабский язык с доктором Фахаб Абдурахимом, он был главой арабского отделения, и я задавал этот вопрос многим людям. И ни один из ответов не удовлетворил меня до тех пор, пока я не начал изучать арабский. И тогда я получил собственный ответ. Аллах говорит в Коране, если вы не знаете, спросите людей напоминания. Поэтому, когда я нашел ответ, я спросил доктора Фахаба Абдурахима, является ли мой ответ верным? И он сказал мне, «Мумтаз», то есть «Отличный ответ». И я дам тебе ответ. Мой ответ на этот вопрос таков. В английском языке есть три рода существительных — мужской, женский и средний. Но в арабском языке есть только два рода — мужской и женский, мужской и женский. И есть отдельные правила и нормы в арабской грамматике, чтобы сказать, что определенное слово является женского рода. Первое правило — если это слово женского рода по своей природе. К примеру, «умун» — женского рода по своей природе, правильно? Или «ухтун». «Ум» — значит «мать», и это слово женского рода по своей природе. И «ухт» — значит «сестра», и также женского рода. Аллах, субханахуата'аля, это слово по своей природе не является женского рода. Второе правило — если к слову добавляется «тамарбута», к примеру, когда я говорю «саатун», то есть «часы», когда в конце этого слова добавляется «тамарбута», это слово становится женского рода. Или «мирвахатун», значит «вентилятор». И здесь в конце есть «тамарбута», значит «это слово женского рода». Так что это арабская грамматика. Если слово оканчивается «тамарбута», это слово становится женского рода. Третье правило. Если слово заканчивается на «алиф», то становится женского рода. И четвертое правило. Если это часть тела. К примеру, айн, глаз, становится женского рода. Или яд, то есть рука, становится женского рода. Так что это арабская грамматика. Это правило определения слов женского рода. Первое, слово женского рода по своей природе и заканчивается на тамарбута или на алиф. Но слово Аллах по своей природе не женского рода. Слово Аллах не заканчивается с тамарбута и не заканчивается на алиф, и также это слово не двойственное число, а единственное. Скажи, он Аллах Единый. Так что это по умолчанию. Потому что в арабском языке нет третьего рода. А у Аллаха, субханаху ата'аля, нет пола и рода. Поэтому мы по умолчанию говорим «Он». Ты ведь понимаешь? Да. Но Аллах, субханаху ата'аля, нигде в Коране не говорит, что он является мужчиной или женщиной. Я согласен, что Аллах — это уникальное слово. Поэтому по умолчанию, так как в арабской грамматике это слово не относится к женскому роду, мы говорим «Он». Скажи, он Аллах Единый. Ты понял? И также снова говорится «Он». Так что это по умолчанию. Но ты нигде не обнаружишь, что Аллах мужского пола. Но так говорится по умолчанию из-за арабского языка. Потому что в арабском языке есть только два рода. Если слово не женского рода, значит мужского. Поэтому мы используем слово «хуа». Надеюсь, я ответил на вопрос. Могу ли я задать еще один вопрос, сэр? Еще один вопрос? Да, еще один вопрос. Он относится к пищевым ограничениям. В своей речи вы упомянули книгу Левитт, глава 11, стихи 7 и 8, что христианам запрещено есть свинину. Но если вы посмотрите на предыдущие стихи, там также запрещено есть верблюдов, тушканчиков и зайцев. Если вы верите, что мы не должны есть свинину, вы также должны верить в эти предыдущие стихи, что нельзя есть верблюдов, тушканчиков и зайцев. Это правильно, сэр? Брат сказал, что я процитировал книгу Левитт, глава 11, стихи 7 и 8, правильно? Где говорится, что христианам запрещено есть свинину. А до этого там сказано, что запрещено есть верблюдов, тушканчиков и зайцев. Так что, правда ли это? Для тех людей, которые верят, что Библия – это слово Божье, да, они обязаны следовать. Для меня же я считаю, что Коран – это слово Божье. И в Коране нигде не говорится, что верблюды запрещены в употреблении в пищу. Но в Коране только говорится, что запрещено есть свинину. Если ты веришь в Библию и веришь, что всё, что написано в Библии – это истина, то ты должен следовать этому. То, что я говорил в своей речи, я говорил о сходствах между Библией и Кораном. Независимо от того, верблюд дозволен в употреблении или нет. Коран и Библия говорят, что свинина запрещена. Поэтому давай хотя бы согласимся на том, что не будем употреблять свинину. Правильно? Да. В Библии сказано, что употреблять верблюдов в пищу запрещено. А в Коране сказано, что дозволено. Так что я говорил о сходствах. А насчёт различий мы можем поговорить завтра. Правильно? Если ты христианин, ты должен следовать. Я же не следую Библию. Я изначально не верю, что Библия – это слово Божье. Ты понимаешь? Да, я понимаю. Но я верю, что Коран – это слово Божье. Да, я христианин, я не ем свинину. И я обрезан. И я не пью алкоголь и не курю. Маща Аллах. Очень хорошо. Но, брат, ты веришь, что Иисус – это Бог? Или ты веришь, что Он – посланник Бога? Да, я верю, что Иисус – это Бог, потому что многие… Ты веришь, что Иисус – это Бог или посланник Бога? Я все еще верю, что Он – Бог. Потому что в экзорцизском обряде, когда я кладу руку и изгоняю злого духа во имя Иисуса Христа, тогда злой дух уходит из этого человека через обряд экзорцизма. Я верю в это. Ты сказал только потому, что ты кладешь свою руку и говоришь «Изыйди во имя Иисуса, и злой дух уходит», правильно? Да, верно. Из-за Святого Духа. Но Иисус мир ему сказал в Евангелии от Марка, глава 13, стих 22. «Ибо появятся лжи Христы и лжепророки, и будут являть вам знамения и чудеса Моим именем». Он говорит, что лжи Христы и лжепророки могут творить чудеса. Так что чудо – это не мирило. Класть руку и изгонять злого духа – это не доказательство, что Иисус – Бог. Если это так, тебе следует пойти в больницу и класть руку и лечить больных раком. Вы знаете христианских миссионеров? Они проводят сеансы исцеления. Я сказал им, почему вы исцеляете только в приходах? Почему не исцеляете на публике? Идите и лечите в больнице. Правильно? Да. Так что все это – не что иное, как фейк. Если вы действительно можете исцелять людей, идите в больницу, и вы получите готовых клиентов. Зачем вам кардиологи? Зачем вам врачи? Идите и проведите сеанс исцеления. Все пациенты будут исцелены. Поэтому, брат... Я все еще верю, что Иисус – это Бог. Потому что Он сказал ей Альфа и Омега. Да, я знаю. Брат, ты слушал мою лекцию? Я сказал, есть ли где-нибудь в Библии недосмысленное утверждение, где Иисус Христос в мире ему говорит, что я Бог или поклоняйтесь мне? А что насчет того, что Филипп сказал ему? Господи, покажи нам Отца, и довольна для нас. И Иисус ответил, я пробыл среди вас так долго, а ты все еще не знаешь меня, Филипп. Кто видел меня, тот видел Отца. Где это говорится? Я думаю, это... Я забыл. Это в Евангелии от Янны, глава 14, стих 9. Все правильно. Но знаешь, ранее этот вопрос уже спросила девушка. Если ты прочитаешь контекст Евангелия от Янны, глава 14, стих 1, Иисус в мире ему сказал, «Пусть не печалятся ваши сердца, продолжайте верить в Бога и в Меня. В доме Отца Моего обитателей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда я пойду и приготовлю для вас место, приду опять и заберу вас с собою, чтобы вы были там, где Я. Вы знаете дорогу, куда я иду? Тогда Филипп сказал, я не знаю, куда вы идете. И тогда Иисус ответил, «Я ваш путь, истина и жизнь. Никто не придет к Отцу, кроме как через Меня». Это означает, что он посланник Бога. Каждый посланник в его время был путем истины и жизни. И ни один человек не приходит к Богу, кроме как через Него. Иисус сказал, «Теперь ты знаешь путь. Если узнали Меня, то узнайте Отца. И с этого дня вы знаете Его и видели Его». И уже тогда Иисус сказал, «Кто видел Меня, видел Отца». Евангелие от Янны, глава 14, стих 9. «Кто видел Меня, видел Отца». В этом контексте «видеть» значит «знать». Если вы знаете Иисуса, вы знаете Отца. И также Он сказал, «Дела, которые я совершаю, это дела Моего Отца. Ты должен видеть весь контекст». Это не значит, что Он Бог. Это означает, что Он посланник Бога. Ты понимаешь? Да, я понимаю. Я хотел бы сказать напоследок, я все еще изучаю Ислам. Я не смотрю на мусульман. Правильно, не смотри на мусульман. Но я смотрю на источники, Коран и Хадисы. Потому что вы знаете, есть много разных мусульман, которых вы можете встретить. Я согласен с тобой. Брат, я посоветую тебе посмотреть мои видеокассеты. Простите? Мои видеокассеты? Да. Я скачал много ваших видео из Ютуба. Да. Посмотри их. И иншалла, это ответит на многие твои вопросы. И как только ты убедишься, что Иисус посланник, а не Бог, иншалла, я хочу, чтобы ты приблизился к Исламу. Иншалла. Но сегодня позвольте мне все еще верить, что Он Бог и есть Святой Дух. Если ты посмотришь мои видео, на все твои вопросы будут даны ответы, иншалла. Я прошу Аллаха, чтобы Он наставил тебя на прямой путь, чтобы ты нашел истинного Бога, иншалла. Спасибо вам, доктор Найк.